Решим задачу номер 24 из 4 тренировочного варианта основного государственного экзамена по математике для 9 класса. Отрезки А, Б и С, Д являются хордами окружности. Найдите длину хорды С, Д, если А, Б равно 10, а расстояние от центра окружности до хорд А, Б и С, Д равны соответственно 5 и 1. Строим окружность и покажем хорды А, Б и вторая хорда С, Д. Точку пересечения перпендикуляра опущенного из центра окружности на первую хорду обозначим предположим через H. И точку пересечения перпендикуляра из центра опущенного на вторую хорду обозначим предположим через E. Тогда можно достроить данные хорды до равнобедренных треугольников О, А, Б и О, С, Д. Вот такой равнобедренный второй треугольник. Почему треугольники равнобедренные? Потому что А, О равно О, Б равно О, С и равно О, Д и равно радиусу. То есть вот эти все отрезки, вот эти все стороны наших треугольников равны друг другу и равны радиусу. Из первого равнобедренного треугольника, поскольку О, А, Б является перпендикуляром. А почему перпендикуляром? Потому что расстоянием от точки до отрезка АВ, до хорды АВ, называется длина перпендикуляра, опущенного из центра О на отрезок АВ. Значит OH перпендикулярна к АВ. А поскольку OH является высотой треугольника равнобедренного АОВ, опущенного из вершины, то OH является также медианой и бисектрисой. Но так как OH медиана, значит ААЖ, я покажу сразу, равно БАЖ. Откуда мы можем найти ААЖ? ААЖ, то есть равно половине АВ. Так и запишем. ААЖ равно АВ пополам, половине АВ, АВ деленное на 2, и равно АВ равно 10 по условию, получается 10 поделить на 2 будет 5. То есть ААЖ мы нашли. А далее, кроме этого, известно OH. Расстояние OH по условию равно 5, потому что это расстояние от центра окружности до хорды АВ. Значит OH нам тоже известно и равно тоже 5, так же как и ААЖ. А это значит из прямоугольного треугольника АОАЖ можно найти радиус данной окружности АО. Так и запишем. Радиус, квадрат радиуса, потеряем Пифагора. То есть квадрат радиуса, R в квадрате, или что то же самое, АО квадрат. То есть вот это гипотенуза для вот этого нашего прямоугольного треугольника. Так вот, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. АО квадрат равно ААЖ квадрат плюс ОАЖ квадрат. Подставляем ААЖ квадрат, это 5 в квадрате, то есть 25, да плюс ОАЖ квадрате, то есть 5 в квадрате. Еще 25. Равно 25 плюс 25 будет 50. То есть квадрат радиуса равен 50. Мы даже корень пока не будем извлекать. А почему сейчас будет понятно. Теперь давайте найдем половинку CD. Поскольку у нас треугольник ОЦД тоже равнобедренный, то высота опущенной из вершины равнобедренного ОЕ, которая как раз является расстоянием от центра окружности до хорды CD, она является для равнобедренного треугольника не только высотой, но также медианой бисектрисой. Так как она медиана, то ED равно CE. А это значит, если мы найдем сейчас ED из треугольника ОЕД, из вот этого прямоугольного треугольника мы сейчас найдем ED. И потом мы ED умножим на 2, получится у нас CD. Таким образом, по теореме Пифагора найдем из треугольника ОЕД найдем ED. Так и запишем. Сумма квадратов катетов, то есть ED квадрат плюс ОЕ квадрат. ОЕ это расстояние от центра до второй хорды, которое по условию равно единице. Вот оно здесь. Плюс ОЕ квадрат равно квадрату гипотенузы. ОД квадрат. ОД квадрат. Который мы нашли. Он равен 50 квадрат радиуса. Таким образом, отсюда выражаем из данного равенства, выражаем то, что нам нужно. ED квадрат. То есть получается ED квадрате равно на дат квадрата гипотенузы. То есть ОД квадрат. Ну, вместо ОД давайте сразу R квадрат будем писать. ОД квадрат это R квадрат. Вот я вместо ОД R квадрат сразу записал. R квадрат минус ОЕ квадрат. ОЕ в квадрате. ОЕ это расстояние от центра до второй хорды. И находим ED квадрате. ED квадрат равно. Р квадрат это 50. Минус ОЕ квадрат. ОЕ равно единице. То есть единица в квадрате это единица. То есть в итоге получается, что ED в квадрате равно 49. Откуда ED равно корню из 49. Именно не плюс-минус, а просто корню. Почему? Потому что ED величина положительная. Всегда должна быть корень из 49. Извлекаем корень квадратный из 49. Это 7. Таким образом, ED равно 7. Но CD, хорда CD, которую нам нужно найти, равна 2DE. Постольку ОЕ медиана. И подставляем 2 умножить на DE. DE это все равно что ED. То есть умножаем на 7. Получаем 14. Это значит, что в ответ нам нужно записать число 14. Пишем ответ. Ответ 14. Задача решена.